Всем привет! Это Ольга Швец. В эфире мои любимые зимние ароматы. Любая девушка за 40 в России хотя бы раз пробовала Жадор. Его любят и ненавидят. Ему приписывают кучу свойств, как от самых прекрасных, волшебных, так и до самых ужасных. Я могу сказать, что к Жадору у меня двоякое отношение, потому что я очень люблю этот аромат, но дело в том, что он вызывает у меня головную боль. И как же быть в таких случаях? Разумеется, попытаться найти аналог, который будет почти то же самое, но от которого не будет болеть голова, который не будет душить. Он меня не душил, я сразу говорю. Ну и здесь тут как тут кошечка сразу же пришла волшебная моя. Ну, в общем, ладно. Сразу же пришла. Что к чему, смотри. В общем, так. Я нашла аналог. И, как ни странно, я нашла аналог. В Фаберлике у них есть линейка. Называется инкогнито. По-моему, мужская и женская версии. Выходят вот в таких флакончиках. Как вы видите, черная пружинка. Ну, в общем, не очень качественная, не очень дорогая сборка, но сам аромат. Вот я осенью приобрела, так я его хорошо пользую. На меховую жилетку, на меховую шапку зимой, когда ты хочешь чего-то яркого, когда ты хочешь ностальгии. По ушедшей юности и дикой молодости, когда Жадор был твоим любимым, а потом ты разобралась, что это не так уж как бы полезно. Потому что, когда я пользуюсь Жадор, я так дико вообще... У меня дико болела голова, я не могла понять вообще, откуда дует ветер. Поехали дальше про головную боль и дикие приемы медикаментов в связи с этим, да, чтобы уменьшить головную боль. Я год назад нашла видео очень хорош такой девочки. Живет она в Италии, зовут ее Татьяна. Ссылочку я оставлю внизу. Вот, посмотрев ее новогоднее видео, где она сказала, что духи могут вызывать головную боль, у меня вдруг чакры все открылись, это же из-за Жадора голова болит. Ладно, я слишком долго говорю, поэтому давайте перейдем к следующему аромату, который очень подходит на зимнее время. Я уже делала отдельное видео Барокко и Мейджин, называется Парфюм. Вот он. Значит, Барокко и Мейджин очень классная штука, я очень его люблю и обожаю. И зимой он звучит прекрасно, и ветер, и мороз, и в минус 30, и в минус 20. И, в общем, все. Вы просто будете, знаете, как такая вот фея. Вот вы... Укутались в него, вот именно укутались, и ушли в ветреную, холодную там ночь, вечер, да даже день. Все нормально, все классно, все мне нравится. Еще один такой яркий аромат для зимы, это Кельвин Кляйн Бьюти. Я рекомендую его всем, кто любит кремовые ароматы, такие ароматы ухоженной женщины. Вот он, он безоговорочно женственный, он безоговорочно красивый, и он безоговорочно зимний. Даже вот странно, что создатель, который вроде бы живет в Европе, где нет таких диких холодов, как у нас, он создал это чудо, и просто оно прекрасно работает, в бешеном минусе. Оно очень красиво звучит именно в очень холодной погоде. Не столько в такой минус 10, минус 20, а вот в минус 30, и это просто шараши. Его наносите, и все. И вы фея с ней, и вы пошли там тоже в мороз, укутавшись в шарь аромата. Я бы так сказала. Сейчас постараюсь быть краткой. Еще вот очень классный аромат для зимы. Это реплика. То есть не кидайте в меня тапками, потому что дело в том, что я заходила в Литуаль, я затейстила его в Литуаль, и вот от блотера на меня пахнула затхлость. То есть вот тот Allure Central, который стоит в Литуале, это вот там очень красивый дорогой флакон, там очень красивая дорогая крышка, вся такая вот объемная, чисто шанелевская, но дело в том, что в отличие от остальных, я знаю, что нормальную шанель можно купить только в официальных корнерах, в бутиках. Все остальное, к сожалению, это не нормальная шанель, и поэтому все, кто говорит, я купила шанель там, Литуаль, я купила шанель, значит, еще там где-то, это вот как бы самообман. То есть когда вы знаете, да, что нормальный мак, можно купить только в официальных корнерах мак, и то не всегда все окей. И то же самое у нас происходит с шанель. Поэтому эта реплика, это 100% реплика, но это меня ничуть не включает, потому что на данный момент это любимый мой аромат, он полностью соответствует заявленной пирамиде, он стойкий, он красивый, он безоговорочно зимний, он благородный, то есть он дает такой шлейф дорогой и благородный. Я как-то прошла по улице, и знакомая женщина, адвокат, я говорю, от меня хоть там шлейфит, осталось где-то за два... Я говорю, от меня хоть чем-нибудь там пахнет, то есть шлейф-то есть, она говорит, боже, красивый, дорогущий, благородный шлейф. Вот так она сказала. Ну, то есть женщина разбирается, и ни на секунду не было у нее сомнений, что это очень хорошая реплика. Здесь вообще можно говорить о репликах и не репликах, это вообще тема отдельного видео, и я вам могу сказать, если вы приобретаете Шанель в Литуаль, это не настоящая Шанель. Поздравляю вас! Платите по 8 тысяч дальше. Проще найти хорошую, качественную реплику из Арабских Эмиратов. Так, еще один мой любимчик, тоже безоговорочный, тоже зимний. Я сняла отдельное видео, ссылочка будет вот тут. Отдельный обзор на аромат, тоже зима, и я, в общем, так с ним обращаюсь. Я делаю облако, может быть, даже из двух-трех пшиков в воздухе, и потом я захожу в это облако и кружусь. И вот тогда будут такие шлейфы, тогда будет настолько вот именно обволакивающее вот это облако, то есть облако с такими ароматами, вот как эти, это единственно верное использование. Я надеюсь, была полезна вам эта информация, надеюсь, те ароматы, к которым вы никогда не присматривались, в качестве зимних вы присмотритесь, может быть, на будущий год, может быть, даже сейчас, что-то вам перепадет, где-то глазами вы... ваш глаз упадет на тот или иной флакон, который вы видели в этом видео. Всем большое спасибо за внимание, большое спасибо за то, что вы остаетесь со мной, большое спасибо за ваши комментарии, большое-пребольшое спасибо. Мне гораздо больше греет душу, бьюти-тематика, глянцевая тематика, модельная тематика, а не тематика, фикс-прайсе и плесени на хлебе. Но дело в том, что зритель смотрит то, что ему интересно, буквально за два или, да, где-то за сутки, больше двух тысяч просмотров хлеб с плесенью, меня это убивает, конечно, что как бы это интереснее людям, но я надеюсь, что те, кто пришли ко мне по этому видео, вам это будет интересно, тоже я, Ольга Швиц, всем всего хорошего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok